Ну, я думаю, что Зеленский вообще не представляет кухню работы президента и как его взаимодействие с парламентом, и почему Порошенко мог многие законы продавливать через парламент, а Зеленский не сможет их продавливать. Ну, я вам приведу пример. Вот придет Зеленский и уволит, например, Луценко, генерального прокурора. Вроде бы правильно, но заместитель Луценко, его первый зам, который займет его пот, это человек Авакова. А раз это человек Авакова, то, представляете, генераль, почти исполняющий обязанности генерального прокурора Украины, станет человек Аваков, укрепится еще Аваков больше. А в парламенте Аваков при помощи своей фракции может заблокировать утверждение того прокурора, которого внесет Зеленский. Вот вам и системка. Поэтому и так чего не коснесь. В СБУ тоже двоевластие находится. Он уберет Грицака, а там рядом под ним сидит опять человек Авакова. И получится, что когда ему объяснят это, он скажет, что я лучше трогать ничего не буду. Разве что даже по своей собственной воле, если Луценко будет уходить в отставку, нам проблема потом будет назначить генерального прокурора. Я вдруг не понял, что Зеленский очень сильно профинансированный. Я думал, что он на одном фильме идет. А потом я когда посмотрел уже, что у него только фонд его избирательный 90 миллионов долларов, 90 миллионов гривен, а это, по-моему, 3,5 миллиона долларов, только официальный, то ты понимаешь, что бабла там немерена. Ты понимаешь, что Порошенко наткнулся на заговор, заговор олигархата, который его скидывал.